Согласно данным отчета, представленного Исследовательским агентством и Нацассоциацией профессиональных коллекторов. В октябре 2020 года кредитные организации недосчитались более 638 миллионов рублей платежей по автомобильным займам. Эксперты объясняют причины больших неплатежей со стороны граждан летним бумом на авторынке и второй волной пандемии. В прошлом месяце банки РФ зафиксировали новый всплеск просроченных платежей по автокредитам. Заемщики недоплатили по займам более 648 миллионов рублей, что является рекордным показателем с мая текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем объем просрочки повысился на 10,6%. Как отмечают аналитики, это вторая волна просрочки в 2020 году. Первую можно было наблюдать в мае, когда держатели кредитов недоплатили в банке 672,1 миллиона рублей. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Причиной неплатежей как в мае, так и октябре являются строгие карантинные меры, введенные в государстве, период самоизоляции, потери многими заемщиками работы, а также снижение заработной платы. Согласно прогнозам, к концу года объем общей суммы всей просрочки по автокредитам уменьшится, в частности благодаря продажам и списанию финансовыми учреждениями проблемных долгов. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok